И вот как харьковчане, деликатно говоря, умеют срать сами себе на головы, на свой Харьков, на Украину, на будущее своих детей и тому подобное. Выбирая тех, кто воплощает этот срач в Харькове и в Украине. Только два небольших примерчика. Вот, например, примерчик с Фельдманом, когда он очень рьяно, находясь и спонсируя партию Батьковщина в свое время, очень много денег, желаний, усилий уделял. И через сборы, я так думаю, Барабашова, Базара, тогда, в те времена, это был конгломерат, рынок и на Россию. И американцы приезжали, ахались, бахались, какое кладшество, ну не всегда, конечно, по низкой цене. А потом, а потом, собственно, потом он, после того, как власть поменялась, этот самый Фельдман просто ездил до такой низости дойти, пошлой, чмошной. Низкая, ниже вообще всякого людского, человеческого, я уже не говорю о высоких матерях, достоинства. Ездил на подкачановскую колонию, а не, скорее под ЦКБ, там, где Юлю в запертих, увязнение, Янукович тримал и делал порочащие Юлю материалы. Но сейчас дело не в Юле абсолютно. Дело в том, что он перекидывается с одной власти в другую. И харьковчане вместе с ним также, с одной власти в другую. То есть они достоинства тоже как такового не имеют, потому что они выбирают тех, которые постоянно перекидываются и опрокидывают вместе с этим карманы харьковчан. То есть получается, что сейчас он король-царь тетушек, который избивает барабашовцев, тетушню туда напроваджует украинского походжения. То есть нация, он же в Ермолке ходит, в этой иудейской. То есть иудеи подкупают украинцев, которые, как так же и в России, в принципе, начинают убивать и сбивать друг друга за бабло чужинцев. Вот получается такая хрень, что к барабашовцам приходят бандюки, всякие аферисты и пропонуют им, предлагают работать на схемы, на черный нал. И одну кассу в бюджет города, массенькую, миллиончики, а другую кассу миллиардчики себе на карман, на кишень. А городу и самим зарабельщанам-барабашовцам вот такой факт. Теневых денег, теневой прибыли на рынке барабашова, это порядка 2,5 миллиарда. Месячная оплата в городской бюджет составляет 10-11 миллионов. А дальше считать, 120 миллионов в год оплачивают и порядка 2,5 миллиардов снимают. Вот годовой оборот. Существует группировка, которая, правильнее говоря, имеет все признаки ОПГ. И мы всегда об этом говорим, и в полиции, и в прокуратуре. И все через это, кажут бюзнесмены, что они хотят працювать за законами Украины, а не за правилами концерну АВЕК та адміністрации рынка. Яка, не маючи спортсменов с битами та зелених чоловечків с кийками, тисне на приватный бизнес. То есть выбор вот такой. Харьковчане же выбирают такую парашу постоянную. Хрень, гнилость. И получается, что барабашовцы повстали и сказали, что нет, мы будем платить городу. А городу, в принципе, это ж гепе, который на том же городском бюджете, который будет прозор, чистый, кларовный, будет миллиарды поступать в Харьковский городской бюджет, они будут там все равно эти же деньги оседать на кишенях карманов, на корме для животных, там виноград по 200 гривень, баснословные бабки. В десятки раз, короче, на деребане, на откатах, в сотни и тысяч раз подъем, которых в несколько раз о торговле, о такой прибыли, а не барабашовцы, а не предприниматели со всей Украины, кроме бандитских, левых всяких коррупционных раскладов, и не слышали. Все работают на маленький процент, а эти за откаты, за гнилую власть, которую сами ж харьковчане, это ж харьковчане, выбирают. И второй такой же, в принципе, пример только по Украине. Ну, еще такие маленькие спосторожения, что еду-еду на Тюреньке, ну и как, говорю, мусорную кучу эту хрень убрали? Нет! Сказали, через месяц контейнер поставили. Ну, люди придут, что контейнер там будет стоять, что не контейнер, они все равно будут срать себе на лицо и скидывать этот мусор. Ну, это ж любой, кто проедет, скажет, это Харьков, это район Харьков, тут 5-10 минутах езды от центра, Тюренька. Мусорной кучи, никому нахрен ничего не нужно. То есть люди от своего дома мусор сносят к чужим домам, но к таким же самим людям, как они, харьковчанам. И им на это насрать. То, что это за гниль, только можно сдогадываться. У людях, у харьковчанах, такая же, как и у украинцев, такая же, как и у россиян, потому что, вы же посмотрите, как избивают россиян, вы же посмотрите, как топится Иркутск, и вы посмотрите, как горят украинские леса Сибири, потому что там этнические украинцы живут, ну и частично поляки. То есть Харьковом и также всей Украиной, ну Харьковом в частности, управляют два таких пастуха криминальных, аферюги, Глеба и Фельдман. Один заставляет барабашовцев на черные схемы, на нал, который бы шел в их карманы, в его фельдманские карманы. А второй говорит, не, мы за прозорость, чтобы нал шел в бюджет Харькова, а там уже будет распределяться гепой на те же самые офшоры, на те же самые откаты. Вот украинцы, этнически, этот, как Фарион говорит, титульная нация. Другой пример, приклад, красопед Ющенко, Ющ, титульная нация, и его поддельники по зраде и предательству. То есть чувак, типаж, пришел на гаслах помаранчевой революции. Казалось бы, целый Майдан повстал, миллионы выходили по всех городах Украины. В итоге, оно, вот это, президент, так званый, отдал Галитею, чмурям всяким криминальному ПГ, солнцевским, каким-то там власть, которые потом, титульная нация, передали ее там через Сушко, там, то есть силовики просрали свою власть. Естественно, и ее, эту власть, нишу, занял Уркагатина Янукович, который также просрал свою власть, но только уже оказался, ну, Путину просрал. То есть всем насрать, наплевать, что Януковичем, что Ющенко, на народ. Откуда эта хрень берется, как и не из народа? Откуда? Больше ей браться неоткуда. Потом уже даже на крови, вообще страшная вещь, на крови войны после 14-го года, приходит такой же Юща представитель Уркагатины, такой же ж Барыга, Базарник, Рошен, Порошен. И начинается все то же самое. Минский, Шминский, угоды, подписания. Начали освобождать, нет, вернули обратно. Там Турчинов что-то там рыпался, освобождал, там, славянство и все. Пришла Барыга Рошеновская, все, забыли о всяком освобождении. Даже тех территорий, о которых говорил Иларионов Андрей, говорил, что там не было, а не сапога, а не сепарюх, а не путиновских российских войск. Не было там никакого сапога, а он их отдал Путину, эти территории Барыга, Рошен, Порошен. Потому что такие умовы, договоренки. Потому что ему Путин дозволял вот так вот бесчинно подлинским образом торговать. То есть бабло по надусе и те, получается, украинцы, которые скидывают мусор, срань свою гребаную, вонючую, блядь, со своих вонючих, гребаных душ, домов, детей, блядь, этих долбаных поколений, таких же чмырей, блядь, скидывают все, блядь, под чужие дома, свой срать, свой мусор. Считают, что они круче. Ихняя лимбическая система, она выше лимбической той, которые живут возле этого мусора, который они скидывают со своих смердячих домов в чужие дома, которые не хотят этого мусора. Так что и украинцы, которые выходят на Майдан, они не хотят этой срачи, сраней потом. А потом все так получается, потому что никто, и украинцы, и украинцы, и россияне, не сможет контролировать, а не вырубщиков в Харькове, лесов древних, дубов, 300-400-500 летних. Все это похрен. Потому что люди такие, вот такие люди, как их не называют, как их не матюкают, чмырями, от этого они не поправятся. Значит, что-то же должно у них в душах заискрить, чтобы это поправилось как-то. А что должно заискрить, когда там вообще жест, просто позор и гниль позорная в душах народа, который вот так себя ведет по отношению к себе, к своим семьям. А если к чему, мы съебемся на запад, там, ну съебайтесь, тут будет кто там жить. С Тель-Авива, да, привезут таких же этих антихристианских сворников, которые отрывают руки, ноги у капличек Христа или Матери Божьей. Вот такие приведут, таких привезут. И привезут китайцев, гетанцев, ну кого хочешь. То есть я не за того, что там против то-сё, там цыгане в Киеве грабят, потом их забирают, они срывают плитку с пола и избивают ментов. Тех ментов, Киев, Киев-1, нацгвардию, которые с кличком разгоняли подлым, подлым, паскудным образом Майдан. Я говорю, что вы делаете, дебилы вы, кияны, киевляне вы, тупые, что же вы творите, разгоняете Майдан? У вас же через месяц будет метро по шесть там или по сколько там. Вот так оно и стало. Люди за бабки готовы, блядь, продать всё, свою мать родную, принципы, духовность, что угодно. Они за бабки, сука, готовы на коленках лазить перед такими же чмырями, как и они, к сожалению. И вот такая хренотень спойлерская, дребедень. Политики учатся у украинцев, украинцы учатся у политиков. И это переходит из нации в нацию, из генотипов в генотип. И вот такое говно в душах превращается в целые политические классы. Одни за тех, за оккупантов, которые войдут и поработят эту нацию, и они будут с этого довольны. А другая каста, титульная нация политическая, наоборот, против оккупантов, но делают всё то, всё так, чтобы эти оккупанты так же вошли и оккупировали, и поработили их же, их титульную нацию. Они преуспевают в этом так же, как и в ватнике. Так же создают свои аналы, каналы, на которых брешут, постоянно оббрехивают политику. И реальные происходящие вещи в Украине они перебрехивают. Говорят, что они бандеровцы. Ну какие же они бандеровцы? Они предатели чистые. Чистые ватники. Короче, вот так вот она и работает. Доволее примитивная, тупая, ну потому что сообщество её вот так вот втупо воспринимает. Это схема, что один класс политический сообщества делится на идею гасл и лозунгов, что будет процветание Украины только через путь того, что с Российской Федерацией нужно быть там вместе, там в составе и тому подобное. Хрень чистой воды. И другая часть половины населения, которая тоже процветание, все эти дела, благости, но только самостоятельно. То есть придя к власти, через Майдан, через что угодно, они мрази, брехуны, пиздуны начинают просто сливать, награбившись, наворовавшись, сливать кому угодно, во что угодно, хоть в Российскую Федерацию, хоть куда угодно, эту власть, как сделал это ющ. То есть, а народ же до сих пор клеит, клеит понты и клеит патриотизм. Что вот мы за тех, которые, да, мы та часть половины Украины, и не те, и не те, не собираются бороться и идти реально сметать нахрен любую власть, которая зажралась, заворовалась и тому подобное. Никто. Потому что бабки им не сулять. Никто. Потому что они и себе не верят, и народу не верят. А как можно верить народу, который только бла-бла-бла, а потом разбегается и не доводит до конца? Вот и там, наверху, тоже те, которые вояжируют этим, командуют этим, верховодят этим народом, то же самое делают. Приводят народ, а потом сливаются, съебаются. Ну, с баблом, естественно. А народ остается, как лохи, с ничем. Вот почему же такой народ в такой вот и жопе постоянно? Очаровываться, а потом разочаровываться, потом опять очаровываться, и все по-новому. Потому что вот такой характер примитивный еще, недоразвитый. И сколько поколений эта доразвитость будет прорастать до развитости, никому неизвестно. А не политикам, а не народу, потому что им так удобно в такой сраче жить и процветать. Потому что так легче, ну, так вот примитивное восприятие мира, так легче его воспринимать. Потому что такой бихевиоризм народный для народа очень знаком и очень легко воспринимается. То есть одна толпа на другую толпу под каким-то идеологическим признаком. А насколько он важен для их, них, самих, для этого сообщества, в целом разделенным на две классовые политические категории, народ тут в тупости не задумывается. Он готов свою страну отдать оккупанту через то, что он борьбой между собой истощит. Вместо того, чтобы бороться с ворами и олигархами, ставить их на ножи, они борются между собой, народ. Тупейший признак тупости, примитивности, идиотизма. А олигархи, естественно, держатели аналов, каналов, зная, видя такой прикуп, знал бы прикуп, жил бы в Сочи, как в старых совдеповских фильмах, СССРовских. Вот они, народ, и накручивают на вот такое для себя благосостояние. То есть, вот, как пятый, когда он парохоботит, он пятый анал. Когда он нормальный, он нормальный канал. Вот говорит же ведущая, что, смотрите, шестеро убитых, шестеро убитых на фронте, а Зеленский не квапится ничего, объявлять, оголошивать, что-то делать. То есть, делать ничего, все то делать ничего, что делал Рошен-Порошен-Барюга-Барыга. Так же были смертя, так же были на фронте убитые. Но ничего так же не делалось. Какая-то псевдоответка была, которая была только в СМИ-ответках. И боевиков это устраивало. Потому что уже к тому времени, к 19-му, 17-му, 18-му году практически расформировали те добробаты, которые могли давать реальную ответку по самые никуда не хочу этим гребаным, вонючим боевикам, российским найманцам. Не российским, а путиновским гнидам. И что ведущая этого анала Рошеновского говорит, действует на руку найманцам, тех самым российских. Она говорит то, что, то есть, вот эта порохоботка ведущая канала, которую слушают миллионы украинцев, пятого, она так интерпретирует эти события, что, мол, объявил Зеленский, нынешний президент антиукраины, перемирие, а его не соблюли, не соблюдали, так же, как и не соблюдали во время захвата Крыма, во время вторжения зеленых человечков в путятины гребанной Крым. То есть, она переносит эти события, что такой несправедливости, что верхушка Украины была вялая и никакая. То есть, Турчинов тогда был еще кто-то там при власти, который отвечает за это, но она за Иловайск, тогда, когда этот Галитей Солнцевской группировки, этот Бандюга и никакой Чимыль, Рошена Ющенковский, который просрал помаранчевую революцию, все, что можно просрать, отдали власть всю рыгам, которые потом эти вонючие рыги, гниды отдали путятине всю нынешнюю Украину, вместе с ее армией, вместе с силовыми и тому подобным органами. То есть, она молчит, умалчивает об этом, умалчивает это о параде, она умалчивает о котлах, за которых потом выжившим грамотки выписывались всякие. То есть, настолько общество разделено классово в этой брехне, что общество в этом не может объединиться, чтобы мочить вместе и батька быты легче. Все это вонючая власть, потому что власти это выгодно, такое общество, а оно, это общество, свою коптилку, свой мозжечок не может въехать в это. И опять делится в то, что легко, то, что весело, скакать, прыгать на Майданах, жрать, там опять скакать, чьи-то деньги вытрачать. Потом эти деньги, вытраченные были на Майдан, на инфраструктуру Майдана, будут ставить в власти, чтобы они отбивали эти деньги. И опять 25, то есть, во всем виноват народ, который приводит говно к этой власти. То есть, бойцы на передке, все страдают от этого народа, к сожалению. Который не хочет никак, увеселительность дороже своей жизни, жизни своих детей, поколений и так далее и тому подобное. То есть, примитивизм свой намного важнее, нежели будущее своей страны, своих детей, своих поколений. Жуть. Но, несмотря даже на всю гнилость, неповоротливость, чмошность той власти, весенней власти 2014 года, все-таки, благодаря добробатам Украины, шло, происходило освобождение Украины. И уже оставалось лишь чуть-чуть, покуда не пришел Рошен Порошен и затормозил это освобождение. Вот она об этом молчит, тупая стерва, сука, манипуляционная. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...